Сотрудники ПКТС продолжают прочистку скважин на центральном водозаборе Наринмара. Используется метод так называемого эрлифта. Скопившуюся грязь на фильтрах вымывают при помощи сжатого воздуха. Технология пусть и не новая, зато эффективная, говорят специалисты. Всего за летний сезон рабочим предстоит прочистить более 10 скважин с питьевой водой. За процессом наблюдала наша съемочная группа. На первый взгляд может показаться, что за работой машинисты буровых установок оценивают запасы нового месторождения. Впрочем, люди в синих комбинезонах отнюдь не нефтяники, сотрудники предприятия, объединенных котельных и тепловых сетей. Слесарь выполняет важную миссию – прочищают скважины с питьевой водой, которая отсюда поступает во все дома и социальные объекты Наринмара. Процесс очистки крайне долгий. Используется метод эрлифта. Установку из труб рабочие собирают на месте. Постепенно, метр за метром, конструкцию затем опускают под землю. Глубина скважины – порядка 30 метров. На то, чтобы прочистить одну только скважину, уходит ровно неделя. Грязь вымывают при помощи сильного напора воздуха. Он проходит вот по этим трубам. Установку так и называют – эрлифт. Итак, 13 скважин. Это значит, что на прочистку всех фильтров уйдет 13 недель. Сотрудники коммунального предприятия признаются – грязи вымывается, как правило, немного, в основном песок. Но и он может значительно повлиять на качество питьевой воды. Приезжает сначала бригада электриков. Проводится работа с Зевсом. То есть подается ток импульсивный. То есть эта вся грязь отбивается, седает. И вот потом уже приезжаем, устанавливаем рлифт, чтобы всю эту грязь оттуда вымывалась. Скважины на центральном водозаборе Наринмара прочищают ежегодно. То есть процедура стандартная. Руководство по КТС уже заявило на объемах поставляемой в город воды. Промывка фильтров никак не отразится. Олег Хатанзейский, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Олег Хатанзейский, Леонид Шишелов.